Девушки отдыхают Ладно, я пойду уложу Настеньку, а ты буди этих чудиков. Что они делают вообще? Настюшка! Иди ко мне, маленькая. Пойдем, пойдем. Давай укладывай. Ну, дает. Караул, караул, краблятки! Ну, вы даете, конечно. Вы чего так долго? Мы вас практически уже потеряли. А вы почему так одеты? У вас этот маскарад был? Это социальный эксперимент. Мы хотели узнать, как живут люди в браке. Вот настоящая семья. Папа, мама и ребенок даже хотели в детский сад отвезти. Спасибо, что не отвели. Ух, брат, я тебе скажу, брак – это тяжелая работенка. Я тут вот вам на правах отца семейства пытался кран на кухне починить. Так, подожди. Так он же не был сломан. Не был, но зато теперь. А я вам наготовила на всю неделю. Так ты же не умеешь готовить. Это мы тоже уже установили опытным путем. Понятно. Ну что, ребята, скажу вам, брак – это геморройное дело. А вы это, ничего не хотите нам рассказать? А по-моему, вам пора. Так, ладно, ребята, уже поздно. Хватит экспериментов. Езжайте домой. Спасибо, что посидели с Настенькой. Так, потом все расскажешь. Я потом тебе все расскажу. Ну, давай. Спасибо тебе. Молодец. Пока. Пока-пока-пока. Слушай, мне кажется, они просто созданы друг для друга. Только они. Ты такая красивая. Спасибо. Ладно, я их провожу. Сейчас вернусь. Давай. Спокойной ночи. Хотел пожелать. Тебе тоже приятных снов. А что ты завтра делаешь? Я после обеда собираюсь к родителям. Ну, дождись меня с работы. Вместе поедем. Договорились. Так что, я пойду? Иди. Собственного мужа выставляют. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Привет. Ну что, как ночь прошла? Нормально. Настюшка почти дала выспиться. А Юля? А что Юля? Ну ладно, перестань. Я видел, как вы друг на друга вчера смотрели. Что у вас там, лёд тронулся? Не тронулся, а полностью растаял. Говорю, потому что всё равно узнаешь. Это точно. Ну тогда я требую подробностей. Обойдёшься. Я же всё равно узнаю. Так, я, конечно, не против, но мне кажется, кто-то у нас на диете, а? Какая диета? Я от любопытства заснуть не могла. Давай, рассказывай, что у вас с айсбергом? Я же видела, как он тебя приобнял. Ничего. И вообще, мы даже не встречаемся. Слушай. Ну, мы бы целовались. Один раз. Угу. Два. Угу. Три. Ну, три, да. Юль, вообще-то вы женаты. И что? Одно другому не мешает. Слушай, я правда... Правда, боюсь торопить события. У нас же Настенька ещё. А если у нас ничего не получится? Это же на ребёнке отразится. Одно дело, когда вы ругаетесь, если вы, не знаю, там, друзья, соседи просто. А другое дело, если вы пара. Ну, понимаешь? Ну да, вообще-то права. Но затягивать конфеты на букетном периодом не стоит. Мужик видный. Запросто подберут. Кстати, про подберут. Что там с Еленой у них? Они расстались? Это очень хороший вопрос. Я не знаю. Звонят. Я не знаю, кто это. Ну, спам, может быть. Вдруг порабочий. Алло, да? Я возле дома. Можешь выйти? Здравствуйте. Елена. Хочу тебе кое-что показать. Да, сейчас выйду. Подожди. Подожди. Подожди, это что-то та самая Елена? Да, прямо та самая Елена. Она уже здесь и хочет встретиться. Так, ты посмотри за Настенькой, она должна уже проснуться. Подожди, мне не нравится совсем. От бывших мужа добра не жди. Может, она и не бывшая. Тем более. Я пойду с тобой. Не надо, не надо, не надо. Я не с такими собеседниками разбиралась и с этой дождью разберусь. Зачем она нам звала? Ну, как я тебе уже сказала, хочу кое-что показать. Помочь разобраться в ситуации. Заметь, делаю это исключительно из добрых побуждений. Мне жаль тебя. Жаль. Ну да. Нельзя же быть такой слепой и наивной, когда тебя откровенно используют. Впрочем, смотри сама. Обрати внимание, что на каждой странице стоит подпись Игоря. Влад с Игорем составили этот договор сразу же, как узнали, что твоя племянница выживет. Я не понимаю, что это. Договор о праве представлять имущественные интересы Насти. По которому это право полностью единолично переходит к Игорю. Я думаю, что он планировал тебе дать его сразу же после того, как вопрос удочерения будет решен. А ты такая влюбленная и наивная дурочка. Обработана так, что не будешь задавать лишних вопросов. Ему это зачем? У Настеньки ничего нет. Артем владел десятью процентами акций фирмы Игоря. А Настя прямая наследница. У кого опека, тот управляет акциями. Теперь тебе понятен повышенный интерес Игоря к тебе и к ребенку. Кстати, можешь поэкспериментировать. Как только ты поставишь подпись в этом документе, Игорь навсегда исчезнет из вашей жизни. Вы больше не будете ему интересны. Счастливой оставаться. Девочки, я дома. А почему меня никто не встречает? Юль! Что происходит? Не понял. Счастливой оставаться. Телефон у оппонента выключен или находится вне зоны действия сети. Юль, это тоже комната? Да, да, это Настя. Дим, спасибо тебе большое. Ну ты же знаешь, я по-первых, у свистов. Вот это вы девчонки, конечно, обжились. Да это Настеньки, ну все. Мой чемодан один был, так и остался. Вот мы и дома. Тихо. Федь, ты что-нибудь понимаешь, а? Нет. А может, поссорились? В том-то все и дело. Только все налаживаться стало, я обрадовалась. Может, зятю позвонить? Не надо, не лезь. Сами разберутся, не маленькие. Что ж они опять-то не поделили? Видать, что-то серьезное вышло. Иначе бы Юлька так концы не рубила. Ага. Юлька у нас мастер. Масты сжигать. Ты помнишь ту историю на работе? М-м. В прошлый раз. Что? Она сразу все перерубила. И что-то я не заметила, чтобы она после этого как-то счастливей стала. Нет, Федя, ее нужно остановить, пока она до конца себе жизнь не доломала. Понимаешь? Что бы там ни было. Что бы там ни было, не лезь. Ну, хотя бы пока. Может, вырулится еще? Ты сам-то в это веришь? Подожди. Поговорить надо. Есть о чем? Да, есть. Оставь Юлю в покое. Ты ведь получил, что хотел. Она подписала документ. Не лезь к моей семье. Она не твоя семья, ты понял? Это тебе только так кажется. Послушай меня. Я был первым, кому она позвонила, когда ей помощь понадобилась. И это ты для нее чужой человек, а не я. Все сказал? Не парься. Ты все правильно сделала. Я знаю. Только от этого почему-то не легче. Слушай, не кори себя. Я тоже сначала на этого айсберга повелась. Думала, что он в душе хороший. Но ты была права с самого начала. У него не сердце, а ледышка. Угу. Да. Так, ты если что, звони. Угу. Я примчусь на крыльях ночи. Спасибо, подруга. Кто там? Зимка, что ли, забыл что-то? Наверное. Да. О, здрасте. Здрасте. И тебе не кашлять. Мы можем поговорить? Ёль, мне остаться или уйти? Да иди. Ты так из-за меня полдня прогуляла. Все нормально. Если что, я на звонке. Ты понял? Айсберг. Я тебя не приглашала. Конечно. Ты, если что, сразу этого Димку к себе приглашаешь. Пообщались только что с ним у подъезда. Милый парень. Тебя влюблен. Тебя это не касается? Не касается. А ты забыла, что ты моя жена? Не забыла. На бумаге. Я на развод подала. Понятно? Быстро же ты на мне крест поставила. Даже объясниться не дала. Да? Я вот такая. И что? Ты знаешь, я даже завидую тебе. Ты с такой легкостью ставишь на людях крест. Собрала вещи, забрала ребенка. И свалила. Будто меня даже не было. Нет человека, нет проблем. Это же твоя логика. Вот дверь. Вот ты через нее можешь выйти. Только я все равно останусь в твоей жизни. Хочешь ты этого или нет. Настя и моя племянница. У нас совместная опека. Поэтому готовься, будешь меня видеть часто. И этого своего предупреди. Чтоб не удивлялся потом. Кто дал тебе эти документы? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Юлька, ты че? Ничего, все нормально. Все нормально. Зря ты так с парнем. А вот и не зря. Не зря. Что, расстались что ли? Просто вопрос времени был и все. Не понимаю, что он тебя обидел, руку на тебя понял. Нет, нет. Вы что, Игорь не такой. Ну тогда не знаю. Я думала, что у вас все серьезно. Вот неправильно вы думали, тети. Ладно, пойду вещи разбирать. Ну хорошо, на два вечера мы об этом поговорим. Перезвоню. Елену ко мне быстро. Да, сейчас. Лен, шеф вызывает. Слушай, он на взводе. Я его никогда таким злом не видела. Ты же ему ничего про меня не говорила? Я не хочу, чтобы он меня уволил, потому что я тебе помогла. Успокойся. У меня все под контролем. Если кого-то сегодня и уволят, то точно не нас. Молчишь? Ты бы раньше молчал, когда выбалтывала Елене про акции. Брат, ну я откуда мог знать, что ты так на Юльку западешь? Ничто же это не предвещало. Тем более после того, как она своим скандалом нам международный контракт сорвала. Да при чем здесь Юля? Меня с самого начала интересовала только моя племянница. Вадим, включи мозги. У меня кроме Настеньки другой семьи нет. Ты считаешь, я бы стал ей разбрасываться? И к тому же, ты юрист компании. Тебе такое понятие, как конфиденциальность, знакомо? А Ленка директор по экономическому развитию этой же компании. И по совместительству твоя девушка. Была. Мы с ней расстались. Это вы сейчас расстались, а тогда... Вызывал? Да почему Юля дала документы? Как они вообще к тебе попали? Так мне их Вадим дал. Я всего лишь выполняла его просьбу. Чего? Поясни. Господа, я не понимаю, чему вы тут удивляетесь? Сейчас, конец года, я подвожу баланс, проверяю документацию. А после ежегодного расчета дивидендов у меня зависли 10 процентов, которые принадлежали Артему. Я проверила документы, которые дал мне Вадим, и там не оказалось одной подписи. Юля, я думала, это технический вопрос, она в курсе, поэтому и поехала к ней за подписью. В чем проблема? Юля передала мне ваш разговор. В этом проблема. Говорили вы не о дивидендах. Она врет. Игорь, я не знаю, что сказала тебе твоя жена, но, пожалуйста, учтите один нюанс. Я ей не нравлюсь. И я так поняла, что она в курсе наших с тобой отношений, поэтому... У нас с тобой больше нет никаких отношений. И я предпочитаю верить своей жене, а не тебе. Это после всего того, что нас с тобой связывало? Ты сама все перечеркнула, когда слила ложную информацию о сертификатах в СМИ. Подставила меня и фирму. Брат, ты сейчас серьезно? А она реально это сделала? Ну, ты курица. Ты хотя бы не лезь, попугай. Не надо мне хамить. Я не попугай, у меня стиль такой. Игорь, ты понимаешь, что это абсурд? Я бы никогда... Лена, ты думала, что я не проведу расследование того инцидента? Ты уволена. Это после того, как я столько лет отдала этой фирме и тебе? После всего того, что нас связывало, ты просто берешь и вышвыриваешь меня, как ненужную вещь в своей жизни? Ты дорого за это заплатишь. Тебя сама жизнь накажет. А думаешь, ты этой Юле нужен? Да она крест на тебе поставила, не став слушать, отказалась от тебя. Это, по-твоему, любовь, да? Да, да. Ты знаешь, мне ее даже как-то жалко. Не пропадет. Кстати, выясни, как ей в руки попали эти документы, что-то технически. Сама взялась в моего кабинета или кто-то помог. Окей. Ты сам-то что будешь делать? Я имею в виду с Юлей. Не знаю. Кое в чем, Лена все-таки права. Наверное, я Юле совсем недорог. Иначе она бы так легко от меня не отказалась. Тетя Дин, я же только что у вас дома была. Почему вы дома со мной не поговорили? Так это что, Юлька здесь работает? Да, ее кабинет. Вот. Пока она в отпуске, я частенько здесь обитаю, потому что он у нас самый большой. А я уже забыла про это фото. Да, это Юлькина любимая фотография. Ну? Ну? Давай, рассказывай, что у них там с Игорем произошло. Ну, а что ты так смотришь на меня? Как зять он меня устраивает, и потом я не хочу, чтобы Юлька снова себе жизнь испортила. Нет, ну. Честно, я ее не понимаю. Как за других, так лифчиком на бригады бросаться. А как за себя постоять, свое отвоевать, так она сразу руки опускает. Ну, поговори ты с ней уже на эту тему-то. Сядина, а вы вот сейчас понимаете, что вы, как бы это сказать, о ней заботитесь? Как-то раньше такого не водилось. Ну? Ну, а что тут такого, если она уродилась-то малахольной? И потом другой дочери у меня нет? Ну, так ты расскажешь, что случилось-то? Я люблю тебя. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Мне? Можно. Все. Завтра же раздобуду стетоскоп. Раздобудь? И еще. Пожалуйста, поменяй белье на хэбэшное. Иначе мы с этого когда-нибудь упадем. И тогда точно понадобится врач. Окей. То ли села, то ли... Да нет, села. А ты с Игорем виделся? Еще нет. А ты с Юлькой? Вот сейчас собираюсь. Слушай, ты точно, что он с ней не из-за акций? Вот только попробуй мне соврать. Иначе тебе потом никакой травматолог не поможет. Даша, да я тебе клянусь, ну из-за каких из-за акций? Ты что, не видишь, какой Игорь с Юлькой стал? Живой, какой-то легкий. Да он ей елку помогал наряжать. Ты что, не знаешь? Игорь и Новый год – это несовместимые вещи. Но все-таки надо было я раньше про договор сказать. Давай. Да он давно уже забыл про этот договор. А твоя тоже хороша. Вот при первой же семейной трудности побежала к родителям. Ну... Даша. Так семейные проблемы не решают. На будущее. Хорошо. Он меня тоже уволил, Лен, представляешь? Оказывается, у нас по всему офису камеры видеонаблюдения повсюду понатыканы. И там видно, как я из его кабинета. Катя, ну ты же знала, что там везде камеры. Слушай, может, сладенького? На диете. Тогда. Я не думала, что все эти камеры работают. Ну, где я теперь такую хорошую работу найду? Меня же туда взяли только благодаря тебе. А теперь что? Это все из-за его жены. Это все из-за нее началось. Это она виновата. Я такая злая. Я такая сейчас злая. Я просто эту Юлю готова своими руками, понимаешь? Взять вот так. Глупости не говори. Не надо. А ты так быстро сдалась. Сидишь такая спокойная. Спокойная. Ну, а что ты мне предлагаешь? Истерить? Сомневаюсь, что это поможет. Игре я так точно не верну. Ну, не знаю. Если бы речь шла о моем мужике, я бы точно вот так не сидела, конфетки не ела. Я бы избавилась от соперницы. Как? Киллера заказать. А потом до старости лет срок на нарах мотать. Ты уж меня прости, но ни один мужчина этого не стоит. Или еще, пожалуйста. Насчет киллера не знаю, но... Натравить на нее кого-нибудь из ее недоброжелателей можно? Она же в кризисном центре работает. Я уверена, там наверняка полно врагов среди тех же мужей-тиранов, чьим женам она помогает от них сбежать. Лен? Я знаю про одного. Я же знаю про одного. Откуда? Это очень давно было. Шеф еще с ним подрался из-за Юльки. А потом Вадим просил меня узнать, не подал ли этот мужик на... Игоря в суд. По-моему, его зовут Степан. У меня еще его адрес был записан где-то домашний. Надо на почте посмотреть. Ну, допустим, ты найдешь этот адрес. А дальше что? А дальше? А дальше предлагаю поехать к ним в гости поговорить по душам. Я уверена, этот мужик будет просто счастлив снова видеть Юлю. Тогда ее мужа не будет рядом. Добрый день. Привет. А я к Настеньке можно? Конечно. Конечно. Вот продукты вам принес. Ой, спасибо. Проходи. Раздевайся. Настенька в комнате. Я пока продукты на кухню отнесу. Хорошо. Зачем опять пришел? Тебе что от меня надо? А я не к тебе. Я к Настеньке. Привет, моя хорошая. Ну, как ты тут? Соскучилась по дому? Ну, ничего. Я тебя на все выходные домой заберу. Пойдешь на ручку? Какие выходные? Мы не договаривались на выходные. Может, у нас планы свои с Настенькой? Давай договариваться. Лучше здесь и сейчас, чем через суды. Не думаю, что ты хочешь иметь дела с моими адвокатами. До кнопочек, которые тебе нравятся. Не повезло тебе с тетей. Вот сделай что-то не так. Сразу тебя бросят. Че такое ребенка говоришь, а? Я ее не брошу никогда, понятно? Да, так мы поверили. Да, так мы поверили. Да, кнопочка? Ладно. За бутылочкой схожу. Нервная твоя тетя какая-то. Это что такое? Ну, это... Дядя ребенку привез. Ага. Вот это вот тоже ребенку, да? Тетя Синь, ну хоть вы ему скажите, пожалуйста. Ну, пусть он больше не приезжает, а? Меня он не слушает. Ну, и правильно делает, что не слушает. Зачем ему глупости слушать? На пустом месте вон. Поссорилась с мужем, иди помирись с ним. Слушайте, у меня просто нет слов. Вы что, все сговорились, а? Вы звонили. Проходите. Присаживайтесь. Вы не обращайте внимания. Жена ушла. Прибраться некому. Понимаю и сочувствую. А сама ушла, а ли кто помог? Ну, а кто помог? Юлька и помогла, это Юлька Федоровна. Сама жизни не знает, а других учит, как жить. Это так несправедливо. Так неправильно. Я вас очень хорошо понимаю. Наверное, вдвойне обидно осознавать, что разрушив вашу семейную жизнь, теперь эта Юля наслаждается своим семейным счастьем. Она что, замуж вышла, что ли? Прошлый раз в каком-то белом платье была. Я думал, с маскарада. Нормально и ЗАГСа бы не приехала к Каленке. Да, да, вышла. А, вы, кстати, знаете ее мужа. Это тот самый тип, который вас в прошлый раз избил. Они потом еще с Юлей над вами очень долго смеялись. Я сама слышала. Вы чего от меня хотите? Ничего. Я просто подумала, что, может быть, вам будет интересно знать. И вот еще. Не знаю, есть ли он у вас. Ее домашний адрес. Мало ли, вдруг пригодится. Ты мой сладкий. Кто тут сладкий? Да. Сказал поедть домой переодеться. Он пока Настюшу кормил, она ему весь костюм испачкала. Любит он ее. Любит. Ну и что ты сидишь? Чего не бежишь за мужем? Послушай, ты ему договор подписала. Если бы Игорю нужны были только акции, он бы сюда не приезжал. Дашка проболталась, да? Ну, знаешь, лезь Дашки с твоими клещами все надо вытаскивать. Ты же молчишь, как партизан. А мы, между прочим, с отцом переживаем. Тетя Зинь, спасибо за заботу, но... Никаких «но». Ты его любишь. Он тебя любит. И кнопку эту тоже. Хотя я думаю, что кнопку даже больше. Она ему, по крайней мере, мозг не выносит. Ты как-то скажешь, тетя Зинь? А ты как что-нибудь сделаешь, послушай моего совета. Вернись-ка ты к мужу. Тетя Зинь, я боюсь. Чего ты боишься? Поверить я боюсь. Потом проколоться. Ты знаешь, я вот на этих мужиков насмотрела себя на работе за три года. Все вот ангелы кажут, ты знаешь. Льют пушам, льют своим женщинам. Потом все равно предают. Нет, ну вот ты сравнила кельку с трюфелем. Ты давай разберись, чего ты больше боишься. Довериться любимому или прожить жизнь без любви? Не знаю. Вот моя любовь. Вот моя любовь. Мне никто не нужен. Его тоже любовь. Любит он Настену. Хоть она и не родная ему. Что? Подожди, как ты мне родная? Ну, тест ДНК показал не племянница она ему. Игорь, как узнал, сразу ко мне приехал. Мы поговорили. Я ему объяснила, что Алиса сама наверняка не знала. А Игорь что? Ну, Игорь порвал тест ДНК и взял с меня слово, что я никому ничего не скажу. Мне почему-то кажется, что ты должна это знать. Тетя, подожди-ка. Если она ему не племянница, то зачем он же тогда приходил-то? Ну? Я дура. А? Вот. Тетя, я дура. Угу. Какая же я дура. Тетя. Тетя, ты с Кномкой посидишь, ладно? Да посижу, посижу. Я пойду, ладно? Давай, беги, малахольная. Вот тебе тетка досталась, а? И бабушка не лучше. Да, Вадим, скоро буду. Домой заехал. Да, Настенька. Ладно, на работе поговорим. Извини, что беспокою. Может быть, поговорим? Есть о чем? А, Юля, я пыталась дозвониться до твоей жены, но она, похоже, меня в черный список добавила. Впрочем, как и ты. Я звонила тебе раз десять, но ты трубку не брал. На работе сказали, что ты дома, вот я и... Лен, говори конкретнее, я тороплюсь. Я... я просто предупредить хотела. Хотя, может быть, это глупо, и Катя просто так в сердцах сказала. Но, если не дай бог что, я хочу, чтобы ты знал, что я не имею к этому ни малейшего отношения. Так, ты начинаешь меня пугать. Что случилось? Ты сегодня Катерину уволил секретаря. Да, и что? Я Катю хорошо знаю с самого детства. Она не из тех, кто прощает обиды. Сегодня заезжала ко мне и... И? Она хочет отомстить тебе, ударив по самому больному месту. По Юле? Да. Позвони и поинтересуйся, как у нее дела, и пусть эти дни будет поосторожней. У Кати идеи фиксно травить на Юлю какого-то мужика. Какого еще мужика? Которого ты однажды же избил. Вот черт. Так, вы главное не переживайте. Они сейчас позвонят, вот прямо сейчас, и скажут, что нашли ее. Да. А если не найдут? Или она... Господи, ну что же я Федору скажу, когда он с работы придет? Что я эту дочь не уберегла? Что же я за мать-то такая? Нет, все, я не могу сидеть. Я поеду, ладно? Нет, тетя Дзин, сидите. Поеду я. Останьтесь с внучкой, пожалуйста. Ой. Вадим, да. Ну что? Да. Игорь еще не приехал, ага. Я передам, да, передам, что ты ждешь его у дежурки. Что? Они еще даже заявление не подали. Игорь еще не приехал. Так, все, я... Я не могу сидеть. Я? Я поеду. Я же могу сама подать заявление. Я же не чужая, я имею право. А ты за Настенькой пригляди, ладно? Хорошо, тетя Дзин. Все. Вы переоденитесь хотя бы. А, да, хорошо. Фух. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Может, выбьем? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуй, Степан. Чего надо? Аленку я не трогал. Где она, я не знаю. Где Юлия Федоровна, знаешь? Сто лет не видел. Я вижу. Может, в гости пригласишь? Ага. Только с ордером. Подожди, мне кажется, я слышу. Крики о помощи. Ты слышишь? Я тоже. Может, телевизор, конечно? Но надо проверить. Давай-ка отойди. Отойди. Слышишь, ты куда? Там никто не кричал. Ничего. У меня тоже. И телевизор, попрошу заметить, выключен. А на тебя я сегодня телегу накатаю, ясно? Катай. Юля где? Понятия не имею. Тебя сегодня соседи в ее дворе видели. Обознались. Ладно, пойдем. Ее здесь нет. Ну что, может, еще поищите? Вдруг я под кроватью прячу. Слышь, ты. Пошли, пошли. Мы ошиблись. Ты же понимаешь, что этот урод знает, где она. Я понимаю, что если мы сейчас его изобьем, он все равно ничего не скажет. Максимум отключится. Ох, лишь бы этот урод ничего с ней не успел сделать. Даже думать об этом не хочу. Что делать-то теперь? Заявление подавать? Есть идея получше. Поехали. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А вот так? Я сейчас. Это всегда шесть блеск красота. Как думаешь, что она тебе приготовила? Не знаю, но выглядит загадочно. Спасибо. С вашего позволения, я украду своего любимого мужа на минуту. Я пошел. Пойдем. Хочешь, прогуляемся к камину? Пойдем. Пойдем, там так тепло. Главное, не обжечься. Ха-ха-ха. Да! Иди сюда. Та-дам. С Новым годом, любимый. Что это? Это сюрприз от Деда Мороза. Вот. А если серьезно, то давно надо было это сделать. Но я, честно говоря, очень переживала. А потом подумала, что неважно, какой будет результат, твой любовь все равно к Настеньке не изменится. Повторный тест ДНК? Зачем? Ну да, возможно, это глупость. Но вы с Настенышем так похожи. У вас те же глаза, те же губы. И аллергия одна на двоих. На клубнику. Вот. Я подумала, что вдруг в прошлый раз была какая-то дурацкая ошибка. Я поговорила с Вадимом, и он сказал, что прошлую лабораторию выбирала Елена. Не ругайся, я ей позвонила. И? И она посоветовала сделать тест еще раз. Почему? Слушай, ну я не знаю, ну какая разница. Я взяла твой волос и сделала. Ты откроешь? Отрицательный, да? Прости меня, пожалуйста. Я не хотела тебя расстраивать. Прости меня. Положительный, Юль. Положительный. Серьезно? Да. А почему ты тогда так реагируешь? Я просто подумал, а если бы я в прошлый раз пошел на плоду этих результатов и отказался от нашей Настюшеньки, думая, что она не родная племянница? Ты бы никогда не отказался. Потому что у тебя слишком большое доброе сердце. Ты знаешь, что я люблю тебя? А я тебя люблю. Ой, прости. Прости. Все в порядке? Да, все нормально. Просто твой сын точно футболист. Можно прям уже сейчас в вуце покупать. Ура! Ура! Раз Нового года! Ура! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok